Днем в воскресенье около арены Ерофей в сольную аварию попал хабаровщанин на Volkswagen Touareg. 29-летний автолюбитель обвинил в своем крушении водителя попутной иномарки. Хозяин кроссовера направлялся в тренажерный зал. Мужчина двигался со стороны центра города в правом ряду. Ему нужно было занять крайне левый. Он перестроился сначала в средний ряд и чуть не столкнулся с микрогрузовиком, когда попытался сместиться еще левее. По словам хабаровщанина, оппонент тоже перестраивался. К маневру он приступил в опасной близости к Volkswagen. Чтобы избежать ДТП, шофер кроссовера с восьмилетним дорожным стажем отвернул в сторону и влетел в световую опору. Ну а я, получается, ушел на обгон. Скорость была чуть-чуть выше, чем у грузовика. Грузовик начал перестраиваться и тем самым начал тормозить. Мне деваться некуда. Либо я ему ударил в заднюю часть автомобиля. Ну, пришлось ему тормозить. Машину занесло, выкинул на бордюр и с бордюров стоит. Водитель Тойоты Хайс, увидев аварийные события в зеркале заднего вида, остановился. 47-летний шофер рассудил, что если уедет, его могут заочно счесть виновникам аварии и лишить прав за оставление места ДТП. Мужчина рассказал, что ехал с супругой в продуктовый дискаунтер. Своей вины в чужом крушении он не видел. Шофер микрогрузовика уверял, что перестроение закончил задолго до появления в поле зрения оппонента. Услышал скрип тормозов и удар. Остановился посмотреть, пошел смотреть. Он мне стал рассказывать, что я ему перед мордой там у него встал, влетел, там все, затормозил. Ну, пусть следствие разбирается. Шофер Туарега вызвал инспекторов ГИБДД. Из-за противоречивых показаний водителей дело передадут дознавателям, которому предстоит определить виновника ДТП. Нарушителю придется оплатить ремонт согнутой опоры линии электропередач. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Манина и Леонид Булдыгеров.